Порой кривыми косыми выездами японец обгоняет нашего парня на 9 баллов. Наверное, по мнению судей, у Артёма Бородулина настолько ниже уровень компонентов, чем у Дайсуки Такахасы, что сравнивать их, конечно, нельзя. Ну, немножко погрустим по этому поводу, да и поедем дальше. Сейчас будут кататься Джонни Уэйр, Эдам Риппан, Джереми Эбботт, американцы, приехавшие на турнир в Японию. Причем Джереми Эбботта мы еще не видели. И интересно, как он там в этом сезоне подготовился. Какие сюрпризы, что нового. В прошлом году у него было великолепное, но все же очень классическое катание, местами скучное. Особенно для непрофессиональных болельщиков. Посмотрим, что в этом году совершил ли он какой-то шаг в своем развитии, что это за шаг. Джонни Уэйр, который будет кататься первым. Всего лишь четвертым был на турнире в Москве. Отстал от Артема Бородулина на три балла он тогда. Серьезно проиграв всем в произвольной программе. Если в короткой Уэйр был третьим, то затем-то он опустился на шестое место по произвольной. Эдам Риппен тоже уже выступал в этом сезоне. Он тренируется теперь у Брайана Орсера. Опять будет пытаться прыгать. Элементы прыжки с поднятыми руками, с одной, с двумя, вот как здесь. Во Франции на этапе серии Гран-при он стал третьим. И вот Джереми Эбботт прыгает сейчас тройной флип, тройной флип, тройной тулуп. Готовится к исполнению программы на музыку Битлз. Тоже у него постановщики в этом году по скуале Камерленгу и Шелленбурн. В частности, в короткой именно Шелленбурн. Вообще удивительно, конечно. Наплывами, наплывами постановщики становятся популярными. Вот в этом сезоне сколько раз было произнесено имя Шелленбурн, я даже и не вспомню точно, но много программ она поставила, судя по протоколам. Пускуале Камерленгу тоже много где работал. А тренирует Джереми Эбботта сейчас Юка Сато. А вот Такахико Кадзука тренирует Нобуо Сато, то есть отец Юки Сато. Такая вот семейная история. Вот они, смотрите, Юка стоит чуть левее, а чуть правее стоит Нобуо. Очень интересно. Очень интересная история. Ну и кроме Кудзуки еще будет кататься Михал Брезина из Чехии. Десятое место чемпионата Европы и второе место чемпионата мира среди юниоров. Именно поэтому он так высоко здесь забрался в рейтинге. Ну а это Брайан Жубер. Со своими проблемами на выезде. Он сейчас справляется. Еще раз напомню, что это тот самый стадион, где проходили Олимпийские игры 11 лет назад. Где-то вот там наверху сидел Алексей Ягудин под вентиляцией. И активно простужался, чтобы выйти абсолютно больным на произвольную программу. И не попасть в число лучших. Именно здесь совершили свои падения Бережная Сихорулидзе и заняли только второе место. Именно на этом стадионе растворилась последняя надежда Марии Бутырской подняться на Олимпийский пьедестал. Растворилась она в лице Чин Лю из Китая. Именно здесь Грещук и Платов стали первыми в истории двукратными победителями Олимпийских игр в танцах на льду. Первыми и, судя по всему, еще надолго-надолго единственными. Жубер будет кататься последним и, конечно, все ждут с нетерпением этого катания. То, что было в Париже, катанием и не назовешь. Настроение было безвозвратно потеряно вместе с упущенными выездами с прыжков и не только четверных. Все ушли со льда и только Джонни Уэйр.